Цель квеста – сформировать у участников толерантное отношение к ВИЧ-инфицированным. Почему они именно четыре стакана обращают? Почему они переродятся? Потому что они передают ВИЧ-спекцию. Мы играем уже пять минут. Так что можно сказать, что это очень интересно, познавательно. То, что молодежь узнает, что такое ВИЧ-спец. То, что больше нет таких мифов. То, что этой болезни не существует. И чтобы дальше она не прогрессировала, мы рады участвовать в такой квест-игре. Мы рады здесь участвовать. Мы ежегодно участвуем. Всей командой мы пришли победить здесь. Мне это мероприятие очень нравится, так как здесь участвует много людей. Очень образовательные мероприятия. Будущая жизнь понадобится, так как вид заливания, спидность заливания – это очень распространено. Студентов разделили на 11 команд от 8 до 15 человек. Каждая получает свой маршрутный лист, на котором обозначен путь следования. На каждом этапе – ведущий, который дает задание команде. На выполнение – 10 минут. И последний пятый слайд. Да, познавательно. Мы узнаем много всего нового. И в современном мире проблема со спидом – это очень большая проблема. Много людей болеет в России. И поэтому это нужно знать, чтобы в дальнейшем не заразиться. Да, безусловно, очень полезное мероприятие. Ко всему прочему сплочает коллектив. Вот. Да, очень, так сказать… Информативная игра. Очень полезно. Очень благодарен, что поучаствовал тут. Игроки отвечают на вопросы о ВИЧ-инфекции и спиде. За каждый ответ – от 1 до 10 баллов. После того, когда они пройдут 11 станций, они набирают баллы. Победитель оценивается по большему количеству баллов. В результате получают ценные призы от спид-центра, от Красного Креста совместно. Цель пропаганды Красного Креста всегда – это пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально опасных заболеваний в республике, а также понимание того, что молодежь понимала то, что именно пропаганда здорового образа жизни создает здоровое население республики. Победителем стала команда седьмой школы. Всем участникам вручили призы.